Бисмиллахи ррахмани ррахиму, альхамду лиллах, вассалату вассаламу аля Расулиллах и аля алиху асхаби хаджмаин аммаба'ад. Продолжаем грамматический разбор суры Али-Ихлас. Мы сказали, что Аллаху Самаду это у нас моптадану хабарун, подлежащий и сказуемому. И что это именное предложение может быть хабарун-танин, вторым сказуемым местомением Хуа. А также может быть джумлятун истинафиятун мустанова, возобновляемым новым предложением, у которого в этом случае не будет места в падеже. Также мы можем сказать, что Аллах, Исмуль-Джалалет, имя величие, это у нас моптадан, подлежащее. А Самад не хабар, для него несказуемо, а его наад, сифа, то есть его определение, описание. В этом случае хабаром подлежащего будет глагольное предложение Лам-Ялид. Итак, продолжим и раб этой суры. Лам-Ялид во-Лам-Яулид. Не родил он и не был рожден. Лам-эта харфы нафин, ва-джазмин, ва-кальбин. Это частица отрицания, усечения, то есть ставит глагол Аль-Мудари, глагол настоящего будущего времени, усеченное состояние. Ва-кальбин, то есть частица замены, то есть частица, которая меняет время глагола с настоящего будущего на прощадшее время. Мабнив а-ля сукунин, с неизменяемым окончанием, сукуном на конце. Ялида, это феалин мудариан, глагол настоящего будущего времени. Маджизумун билам, поставлен в частице лам, усеченное состояние, в состояние Аль-Джазм. Ва-ля муджазмихи, признак состояния джазм в этом глаголе, сукуну а-хирихи, сукун на его конце, то есть усечение огласовки на его конце. Ва-фа'илуга и ва-фа'ил, действующий лицом этого глагола, это ламирун мустатерун фи-хи-джавазм, скрытый в нем в допустимой форме местомения. Та-кдиру-ху-хуа, и этими скрытыми местомениями является местомение-хуа. Ва-фа'илу ма-фа'илихи, глагол ялит, со своим фа'илем, действующим лицом, все это джублетун фи-литун, глагольное предложение, может быть третьим хабаром для местомения-хуа в начале суры, или хабаром, сказуемым для имени Аллаха, то есть Аллаху-самаду, Аллаху-самаду ламилит. В обоих случаях глагольное предложение ламилит будет фи-махалле-рафин, на месте падежа-рафин, как и подобает хабару, сказуемому. Также мы можем сказать, что предложение ламилит, это джублетун сина-фи-этан, возобновляемое, новое предложение. В этом случае мы скажем ла-махалле-ла-хаминал-и-араби, что оно не имеет места в падеже. Про лам мы уже сказали, лам это харф нафин, в джазмин, в джазмин, в джазмин. То есть удаление огласовки дама на конце иу-ляду, было иу-ляду, стало иу-ляду. Мабниюн лилмаджгулих, или мабниюн лималам юсамма фа-илуху, глагол срадательного залога, то есть его фааль, действующее лицо не упоминается. В наибу-ль-фааль, имя замещающее фааль, то есть имя поставленное на место действующего лица, это дамирун мустатерун фи-хиджавазин, скрытое в нем в допустимой форме местоимение тагдиру ху-ху, и этим скрытым местоимением является местоимение ху-ху. Вал-фи-улу ма-на-иби фа-илих, глагол иу-ляду, вместе со своим наибу-ль-фааль, то есть замещающим фааль, действующее лицо именем, жумлятун фи-льятун, глагольное предложение, ма-туфатун а-ля жумлятин лам-я-лиды, соединено с союзом вау с предыдущим предложением лам-я-лиды. И как мы знаем, всякое предложение, соединенное союзом с предыдущим предложением, получает такое же, то же самое, поддерживая состояние, что и предыдущее. Так, если про предыдущее предложение лам-я-лиды мы скажем, что оно фи-махалли-рафин на месте падежа-ар-рафа, то то же самое мы скажем и про это предложение лам-я-лиды, что оно фи-махалли-рафин на месте падежа-ар-рафа. А если мы скажем, что предложение Лам Юлит – возобновляемое новое предложение или ибтидаия, то так же, как и оно, предложение Лам Юлит тоже не будет иметь места в падеже. Поэтому мы скажем Лам Халла Лахамин Аль Ираб. У Лам Якул Лаху Куфуан Ахад. И не был ему равным никто. А Лава Ат Харфа Атфин. Мабнию Аля Фатхин. Не будем все это повторять. Про Лам мы уже сказали. Якун – это фиален мудалиан накусен. Это недостаточный глагол настоящего будущего времени. То есть нуждается в Исме, Исмморфу и хабаре, хабару нансуб. Мажзуман билам – поставлен частицы Лам в состоянии Аль-Джазм. У Аля-Муту Джазмихи признак усеченного состояния здесь – это Сукун Ахирихи. Усечение огласовки на его конце, Сукун на его конце. Значит, мы должны указать Исм и хабар этого глагола. Лаху – это харфу Джарин, предлог родительного падежа. Здесь он мабнию Аля Фатхин с неизменяемым окончанием с Фатхи на конце. Аль-Хау – Лаху. Аль-Хау – это домир мутаслен, слитное местомение. Мабнию Аля Домин с неизменяемым окончанием с домом на конце. Фи махалли Джарин би харфу Джарин. На месте падежа Аль-Джар, посредством предлога Лам. Валь-Джарру, Валь-Маджрур, харфу Лам и местомение Х, Джарру, Маджрур, мутаалликани би куфуан, связан по смыслу со словом куфуан, состоят с ним смысловой связки. Куфуан – это хабару Якун, хабар глагола Якун. Та-Каддаму Аля Лисми, поставлен перед Исмом. Мансубан бель фа'ли, поставлен глаголом Якун в состоянии Аль-Насб. Ва-Алямата Аль-Насбихи, признак состояния Аль-Насб в этом имени. Аль-Фатхата-Захирату Аля Ахирихи, явная Фатха на его конце. Ахадун Исма Якуниль Муаххарум. Имя глагола Якун, поставленное после хабара этого глагола. Марфуан, поставлен в состоянии Аль-Рафа. Ва-Алямата Аль-Рафа, признак состояния Аль-Рафа в этом имени. Аль-Даммата Аль-Захирату Аля Ахирихи, явная Дамма на его конце. Ва-Аль-Фа'лю, ма-Асмихи, ва-Хабарихи, глагол Кьякун, вместе со своим Исмом и Махабаром, все это джумлятун фа'литун, глагольное предложение. Ма-Атауфатун Аля джумляти Лам-Илит, соединено с предыдущим предложением Лам-Илит. И так же, как предыдущее предложение будет «Или фи махал-и-Рафа» на месте падежа Аль-Рафа, или «Ла махал-ла-ха-минал-и-Раби» или «Не имеющий места в падеже». То есть зависимость от того, что мы скажем про предыдущее предложение, так как это предложение будет ему следовать в его Ирабе, в его падежном состоянии. На этом мы закончили Ираб этой суры. Алхамду лиллахи, раббилля аламин.